Здравствуйте, это канал Медиа Доктор, программа «Вопрос к андрологу». Сегодня её веду я, Екатерина Крюкова, Евгений Греков. Здравствуйте. В гостях у нас Наталья Куган, врач-дерматовинеролог, трихолог, сертифицированный член Международной Ассоциации Трихологов, член Европейского Hair Research Society и член Всероссийского общества Трихологов. Здравствуйте. Здравствуйте. Впечатляющий список регалий. Мы хотели поговорить о том, как связаны гормоны и выпадение волос. Мне прежде всего хотелось бы прицепиться к названию этого расстройства – это андрогенетическая аллопеция. Здесь два корня в слое, вроде андрогена и генетика. С чем это связано? Давайте тогда сначала, что если говорить про гормоны и выпадение волос, то гормонов в организме много, и они практически все оказывают так или иначе влияние на рост волос, так же, как и на общее состояние организма. Про андрогенетическую аллопецию я сейчас тогда вернусь немножко попозже. Расскажу, о чем в принципе могут выпадать волосы. Волосы – это самостоятельный орган, можно так его рассматривать. А сколько их миллионов? Миллионов? Да. Волосных у человека в среднем. Сколько миллионов волос, я не могу сказать. На голове тысяч, там, миллионов. Ну, средняя плотность – это порядка 150 на квадратный сантиметр, ой, 350 на квадратный сантиметр. То есть их очень много? Да, можно умножить. И получается, что это каждая волосинка, отдельный орган или как? Волосы находятся в юнитах. Что такое юнит фолликулярной единицы? Это когда говорят, особенно стилисты, любят говорить, что вот у вас из одной луковички растет один волос, должно расти три. Не совсем верно, потому что луковичка у каждого волоса своя. Ну, а растут они часто расположены рядом. То есть они питаются из одного сосуда и живут в одинаковых условиях. Но почему-то при этих одинаковых условиях один волос из этого юнита растет толстым, а второй тоненьким. Что говорит о том, что у каждого свой взгляд на эту жизнь. Каждая из них немножко по-разному может реагировать на какие-то внешние изменения. Гормоны влияют, и поскольку волосы это как самостоятельный орган, то они реагируют вообще на всё. То есть если с волосами что-то не так, они стали немножко пореже, немножко потусклее, как-то вроде и сыпятся, вроде и секутся. Это всегда-всегда-всегда 100% является отражением того, что в организме что-то происходит. Но, как правило, к сожалению, люди это часто игнорируют, этот момент, так же, как и кожа. Ну, что-то там немножко посуши, ну, что-то там немножко прыщик, немножко поры, да, и как-то так. Ну и что? А в итоге процесс уже пошёл, процесс уже запущен, и к врачу люди приходят, когда у них уже есть полная клиника какого-то гормонального дефицита, например, да, или любого другого дефицита. – А дефицит микроэлементов может оказывать влияние на нападение волос? – Обязательно, обязательно может оказывать и обязательно окажет. В первую очередь мы думаем о дефиците железа. – А дефицит йода? В нашей стране его вообще, по-моему, нету, только у Крыма и у Сочи. – Дефицит йода, дефицит цинка, дефицит селена. У моих пациентов бывает дефицит серебра, например. Я вот последние несколько раз я наблюдала такую историю. – Наталья, ну вы интересно выразились, что волосы – это отдельный орган, а я слышала недавно обратную позицию о том, что волосы – это суть мёртвые клетки, и, в принципе, мы слишком много о них переживаем. Их моем, там че, что происходит. – Волосы – это социальная составляющая. По большому счёту, нам вот сейчас, как в 21 веке, они нам даже погреться особо не нужны. Но это очень большой фактор социальной, ну, даже, можно сказать, успешности, уверенности в себе, ну, во многом, да, так же, как и кожа, и, в принципе, просто внешний вид. Потому что, например, медийная личность никогда не позволит себе появиться на публике в каком-то пересушенном состоянии с ним этой головой, да, почему-то. – То есть к вам, как к трихологу, приходят люди решать косметические проблемы? – Ну, скорее, да, скорее так. По поводу мёртвого органа, да, тоже хочу сказать. – Кладбище на голове, что ли? Нет, я не понял. – Как мы можем говорить о том, что на голове кладбище, если скорость метозов в фолликуле, она превышает скорость метозов практически везде. Волосы растутся от скорости где-то сантиметра-полтора в месяц. Какой же он мёртвый? То, что отросло снаружи, вот эта структура, которая болтается, висит, да, там, да, там клеточки уже все зацементировались, но за ними нужно ухаживать, чтобы это было красиво. А их, чтобы они росли быстро длинными, были в нормальном состоянии, они изначально уже вырастали повреждёнными. Для этого нужно ухаживать за кожей головы. – Хорошо. Значит, волосы у нас гормоны зависим орган. Это гормоны какие вы должны рассматривать? Какие гормоны вы проверяете у своих пациентов? – Гормоны у своих пациентов я проверяю все. – Мультистероидный профиль берёте? Все в 4-17? – Обязательно берём мультистероидный профиль, да. Если интересно, могу отдельно рассказать про жидкостную хроматомоспектрометрию. – Получается. – Это на сегодня самый точный метод определения стероидных гормонов в крови. И такие методы, как иммуноферментный анализ, например, они сейчас признаны несостоятельными в Европе. И если я куда-то в европейский журнал отправлю статью, где у меня есть данные, основанные на результатах ИФА, эту статью не примут, потому что результаты считаются недостоверными, либо завышенными, либо заниженными. То, что мы говорим про жидкостную хроматомоспектрометрию, там достоверно точный результат, потому что в ИФА, например, стероидные гормоны, они все очень похожи, ну, по структуре, там плюс-минус, да, там группы вот эти переставляются, они похожи, поэтому там реактивы не очень, недостаточно чувствительные. Если мы меряем, например, ну, там тот же тестостерон, и мимо проплывает что-то похожее на него по структуре, то реактив, он зацепляет это тоже, считает, что это тоже тестостерон. И таким образом мы получаем практически случайную цифру. Вот в этой методике, о которой мы сейчас говорим, там такого нет. Там идет полностью спектр гормональный, мультигормональный спектр. Не только вот… Волосы можно потерять за одну ночь. Вот как? За счет каких-то иммунных, например, реакций, если лимфоциты скапливаются вокруг фолликула, почему-то, да, ну, там тоже… А вот гормональный причин, чтобы вот, наверное, посидел, да, или облысел от спектр. Сидение – это вообще отдельная тема, очень такая, да, неизученная до сих пор, поэтому сразу хочу сказать, что все средства от посидения, которые вам предлагают, поскольку достоверно нет сейчас теорий точной, которая подтверждает, вот почему волосы сидеют, соответственно, нет знаний и нет средств. Все это маркетинг. Давайте вернемся к гормонам. Какие гормональные поломки мы встречаем чаще всего у людей с лапецией? Если говорить про скрининг, то, что сдают пациенты, вот кроме стероидного профиля, там, где мы смотрим полный спектр стероидных гормонов от начала до конца, дальше мы смотрим обязательно гормоны щитовидной железы, я смотрю, это, ну, териотропные, да, Т3, Т4, сейчас скоро будет реверсивные Т3, да, на подходе уже дошел, и до России, не было у нас его, теперь он есть, токаневый Т3, который говорит о гипотиреозе, и бывает, что уровень гормонов нормальный, щитовидной железы, а клинический явно гипотиреоз. А вот если посмотреть реверсивные Т3, то как раз вот мы поймем, что действительно, да, гипотиреоз есть. Тоже могут выпасть тиреи гипотиреоза, да, снижение функций щитовидной железы, а при гиперфункции щитовидной железы, когда тиреотоксикоз? – Когда тиреотоксикоз, волосы тоже посыпятся. Волосы посыпятся, когда повышен пролактин. Пролактин смотрят очень редко, если не сказать никогда, поэтому очень часто бывает, как такая случайная находка, да, что пролактинома, опухоль гипофиза доброкачественная, пониженный пролактин тоже сейчас, опять же, до нас пока не дошло, но в Европе об этом уже знают, что пониженный пролактин тоже приводит к пропадению. То есть гормоны должны быть, но в каких-то нормальных референсных человеческих значениях. – Гормональный профиль должен быть полностью сбалансирован, то есть не то, что чего-то многое и это хорошо, а все остальное болтается где-то, да, своей жизнью живет. Нет, поэтому если мы проводим коррекцию, коррекция должна быть полигормональной обязательно, чтобы все выровнять. Дальше еще что по гормонам, инсулинорезистентность, ну, то есть повышенный инсулин. – А вот я слышал то, что повышенный инсулин вызывает рост дигидротестерона в фолликуле волоса, это правда? – Да, это правда. – И то есть мужчины с возрастом начинают на теле волосеть, а на голове лысеть? – Инсулин повышает активность 5-альфа-редуктазы, и за счет этого я, наверное, расскажу, да, что такое вообще вот это все, опять альфа-редуктаза, про нее очень много знают пациенты, очень много про нее пишут в интернете, всяких статей фейковых и правдивых. Тестостерон, у него есть два пути развития в организме. Первый путь – это через альфа-редуктазу он переходит в дигидротестостерон, и второй путь, когда он через ароматазу, это другой фермент, он переходит в эстрогены. Так вот дигидротестостерон является тем самым субстратом, который, скажем так, вредит фолликулярному аппарату, за счет чего, собственно, начинается андрогензависимая, скажем так. – Адрогенетическая, да, альфа-редуктаза. Так что теперь, ну вот эстрон очень много у молодых людей, его очень много, так что они все должны облысеть или какой-то должен быть вот в виде инсулина стимулятор, чтобы дигидротестостерона было много? – Тогда давайте вернемся к вашему вопросу по поводу андрогенетической, да, потому что два корня – андро и ген. Наше облысение обусловлено генетически во многих случаях, и природа нас поделила пополам. То есть 50% из нас, вот нас тут сейчас пятеро, да, два с половиной, четверо-четверо. То есть двое из нас к 50 годам поредеют, а двое вообще нет. Вот так, то есть природа поделила пополам. – Это гены? – Это гены. Это гены, то есть это генетически обусловленная чувствительность полликулярного аппарата, дигидротестостерона. – Вот, я понял, спасибо. – Но не все так просто, и здесь тоже. – А как оно выпадает, вот как у меня, вот, наверное, вот с такими вазолысинками, да, как оно будет выпадать, ну вот, в принципе, как выглядит эта андрогенетическая лапеция? – Мы говорим сейчас больше про мужчин, потому что у женщин сняли, ну, редко сейчас используется термин андрогенетическая, хотя у нас механизм у женщин похожий, но у женщин больше сохраняется передняя линия роста волос, а ритеет в середине больше. И там немножко другие механизмы, там больше даже дефицит прогестерона, наверное, будет работать. У мужчин, если как раз вот идут сильно виски, да, то это как раз тот самый дегидротестостерон, есть несколько стадий по Людвигу Норвуду, по Норвуду Гамильтону и по Людвигу у женщин, как она говорилась. – Скажите, а такая же чувствительность к тестостерону справедлива для кожных покровов, да, и провоцирует, наверное, высыпание, воспаление? – Может провоцировать акне. – То есть механизм, в принципе, один и тот же, но в первом случае в лесенок волосы в корреку? – Это работает также, да, и с функцией сальных желез, и если мы возьмем молодых людей, которые хотят нарастить мышечную массу и принимают в больших количествах анаболические стероиды. – Повышают инсулин себе тем самым? – Повышают себе тем самым инсулин, и мы потом наблюдаем таких пациентов у дерматологов, они приходят, у них красивые раскачанные спины, покрытые очень некрасивыми конглобатными угря. – Какими? – Ну такие, они большие, подкожные, такие глубокие, и вот он весь такой фиолетово-розовый ходит. – Зато раскачанный. – Накачанный зато, да. – Ну нынче так модно, наверное. Что теперь? – Что касательно гормонов, мы все сценарии описали? – Так, что мы еще не описали? Синдром поликистозных яичников, но это понятно. – Расскажи, пожалуйста, что с синдромом поликистозных яичников. Я по сей день не знаю, что сейчас синдром поликистозных яичников вообще у женщин, ну например, у нас приходит женщина с этим диагнозом, с бесплодием, то есть приходит ко мне семейная пара, женщина она с синдромом поликистозных яичников, и еще ко всему прочему она ходит к косметологам, она ходит к гинекологу, получает коки ко всему прочему, и все равно недовольны своим внешним видом. А вот что она может, в принципе, требовать от трихолога синдрома поликистозных яичников? От трихолога она может требовать помощи в наружной терапии, а поликормональную коррекцию, конечно, там настолько, ну, синдром Штейна-Левентали, да, или синдром поликистозных яичников, это тот синдром, при котором нарушается секреция практически всех желез, то есть там и гипофизарные, и надпочечниковые. А там инсулин какой-то имеет место вообще? Да, конечно, там инсулин резистент развивается, и там очень сильно повышается инсулин. Очень сильно. И он опять же запускает тоже негативный... Опять же запускает альфа-редуктазу, опять же запускает гидротестостерон, опять же, да, поэтому у женщин как раз вот при этом синдроме будет наблюдаться выраженное андрогенетическое, ну, не андрогенетическое, да, выпадение по женскому типу сейчас это называется. А Вы упомянули некоторые внешние средства, которые в таком случае прописываются, это что? Ох, это наружная терапия, без которой в трихологии тоже сложно и невозможно. Их огромная линейка сейчас на рынке, есть просто миллион всего разных предложений, там есть основные группы, то есть это сосудистые препараты, стимуляторы активные, стимуляторы роста, есть и местные андрогены, местные антиандрогены, можно помазать препаратом прогестерона на кожу головы, и тоже будет результат. А хорошо, я антиандрогеном помазал на кожу головы, он сосался, извините, в кровь. Он попал… Он в таких количествах не всосётся. Не всосётся. То есть за мужиков наших в стране можно не переживать, если он решил лысеньку себе полечить, или как? Есть препараты-блокаторы альфа-редуктазы, специальный препарат. Депрессия развивается на ней. Который блокирует альфа-редуктазу, да. В редких случаях может вызвать эректильную дисфункцию, но не всегда. И вот у тех, у кого не вызывает, она, насколько я знаю, трудно обратима потом, да? Нет, всё обратимо. Мы иногда с этим встречаемся, урологи, она обратима. То есть если там урологи, андрологи… Но там не очень большой процент, там процентов 8. Но у нас, если уж говорить про ингипетер-5-альфа-редуктазы, мы эти препараты используем для лечения аденомопредставительной железы. Как правило, эти мужчины уже приходят к нам, он и уже лысенький, аллопеция у него уже развилась, и большая аденома выросла. Мы его, для того, чтобы сохранить ему качество жизни, мы назначаем эти препараты. Но вот почему? Когда мы их даём внутрь, на голове не растёт ведь заново. Мы препарат даём внутрь, хорошую дозировку. Да, у него аденомопредставительная железа уменьшается, но у него заново-то на голове не растёт. А потому что надо ещё сверху стимулировать. Надо сверху стимулировать. То есть если выпало… У него заново не растёт, но уже и не падает так активно, как падает. Это вот этим стимулировать надо. Сейчас я с собой опять принёс что-то. Вот такая штука, да? То есть это такой вот… Как это называется? Мезороллер. Мезороллер, да. Мезороллер – это такая штука колючая, да, которая носит больше вспомогательный эффект для лучшего доступа препаратов в кожу и также как микротравма. Для всасывания. Тогда ещё улучшается кровообращение, наверное, Улучшается кровообращение и за счёт микротравматизации, конечно, тоже там улучшаются все процессы. То есть всё-таки ещё ко всему прочему выпадению волос имеет большой патогенез, это ухудшение кровообращения за счёт фиброза вторичного, да, уже идёт? Обязательно, конечно, и с возрастом, например… Я сейчас бужу, чтобы спящие болезни… Будете, Евгений Александрович, надолго. Но в принципе, да, я их сейчас бужу. То есть по большому счёту это тоже должно иметь место. То есть не только давать терапию, но ещё какие-то физические воздействия, да, вот… Физиотерапия очень хорошо. Всё работает в комплексе. В комплексе, да. Мы начинаем всегда изнутри, мы восполняем все дефициты, мы выравниваем всё по микроэлементам, по гормональному профилю и обязательно добавляем снаружи терапию. Тогда это будет уже… мы увидим результат действительно и на общем состоянии, и на волосах, потому что пациенты-трихологи, это, как правило, люди достаточно мнительные, часто очень приходят, и у них в 9-10% случаев у них есть какие-то внешние, как сказать, не внешние, а у них есть общие жалобы разного порядка. Общие жалобы. Общие жалобы. А вот я уже понял, что трихологи очень грамотные люди. Пришла женщина, да, с облысением, она у неё выявила там гипотириоз, тириотоксикоз, например, там либо она выявила у неё там… Железодефицитную. Железодефицитную они имеют, дефицит йода, то есть по большому счёту. А вот на дефиците каких гормонов, например, у женщин волосы будут сечься? У нас сейчас вот интернет и российское телевидение завалено. Помой тем шампунем, тем шампунем, там какая-то ферма предлагает вместо ножниц, помазал, и у женщины кончики склеились. То есть вот это сечение волос, это за счёт чего связано? Сечение волос – это отдельная тема, про это очень много знают стилисты, да, потому что это больше к ним приходит именно с этой проблемой, к врачу с текущимися волосами не пойдут никогда, к врачу пойдут тогда, когда уже перепробовали всевозможные репейные масла, настойки красного перца, ничего не помогло, и тогда уже идут к врачу. А эстрогены имеют к этому отношение? К этому имеют отношение эстрогены, если мы говорим про секущийся слабый изначально стержень, прогестерон. Прогестерон и эстрогены, да? То есть дефицит или переизбыток будет у женщины? Дефицит. Дефицит, да? Дефицит. А вот общая симптоматика, хорошо, у неё дефицит эстрогенов, ну что у неё, сразу цикл сбился, или дефицит прогестерона, или у неё будет, например, ну как-то вяло там, синдром кисетного рта, когда морщинки ещё на коже будет? Да, мы с дефицитом эстрогенов, её видно. Расскажите нам, пожалуйста. То есть всегда можно посмотреть на женщину, и у меня часто бывает на автомате, да, возможно, это такое уже… Ванга, что ли? Ванга, да. То есть я смотрю и думаю, эстрогеновая какая дама. У неё обычно светящаяся кожа хорошая сама по себе. У неё хороший волос, на эстрогенах шикарные волосы растут, густые, блестящие, там прям всё, всё прекрасно. Чистая кожа, и прогестерон, я туда же, да, сюда же, тоже кучу. При дефиците эстрогенов кожа сухая. Наоборот, значит, сухая, увядающая. Кожа сухая, увядающая, да. Кончики волос как щётка. Кончики волос как щётка, поры широкие, акне такое, то ли акне, то ли нет, что-то вот неровная кожа, да. То есть такое тоже имеет место быть. Да. А и тогда вот ты там репиной, масло вы говорили, или ещё, это что-то, это поможет на фоне дефицита эстрогенов, там, крапивой промывают волосы, или как? Наверное, я так думаю, да? Не, ну это, понимаете, я вас до эфира спросил про народную медицину хлеб, вы понимаете, я же тоже посмотрел, я готовился к эфиру, я посмотрел народные методы, народ чем только голову не мажет, извините. Народные методы… В принципе, волосы – это такая штука, с которой эффект плацебо практически никогда не работает, потому что они снаружи, их очень хорошо видно. И, например, когда проводились исследования по мезотерапии, использовали, исследовали препарат, ну там, неважно какой, неплохой, делали мезотерапию одной группе пациентов этим препаратом, а другой группе пациентов физраствором. И вот той группе, где делали физраствором, там действительно стало немного получше, почти так же, как и там, где делали препаратом. Но здесь не эффект плацебоя, здесь эффект вот этой как раз микротравмы. – Ну, я уже голову почесал, сломал, то есть, получается, я делаю то же самое, как мезотерапию иголочкой, да, колю? – Да. – То есть, такой же эффект… Что женщины в погоне, и мужчины тоже в погоне за длительным сохранением себя в презентабельном виде, да, наверное, сложно сказала, но не слой, готовы идти на какие-то ухищрения невероятные. То есть, сейчас косметология развивается активно, всё это здорово, да, здорово, можно заполнить носогубные складки, можно поставить себе филеры везде, всё вырастить, что надо, что не надо отрезать, да, всё это возможно. Но на самом деле, изначально, это же внутреннее состояние организма, и можно быть красивой или красивым, но чувствовать себя при этом отвратительно. жизненных сил никаких, сосуды никакие, и почему-то вес растёт и растёт, вот он ничего не ест, или она там, и на беговой дорожке, и везде, ни волос, ни стройности, ну, вот… – Друзья, прижмёмся на рекламу небольшую и продолжим. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой. Мы продолжаем программу «Вопрос к андролу». Мы общаемся с Натальей Коган о выпадении волос. Наталья, мы немножко коснулись народных рецептов. Я читала очень хорошие отзывы о красном перце, например, что он всё-таки стимулирует рост волос. Давайте тогда с вами посмотрим, что выпадение волос, кроме гормонов и других причин, про которые мы говорили, бывает также после стрессов. А стресс – это что такое? Если мы говорим про острый стресс, либо это какое-то состояние, потеря большая, или это операция под общим наркозом, это может быть даже грипп с высокой температурой. И месяца через два-три начинают сильно выпадать волосы. То есть это как острая, телогеновая, будет диффузная, аллопеция называться. Волосы выпадают сильно, они лезут пучками, люди снимают себя, что происходит дальше. Начинается паника, начинается поход в интернет, начинается поход в аптеку, звонки подругам и так далее, и так далее, и так далее. Но фишка заключается в том, что вот в таких острых случаях вся эта ситуация длится не больше шести месяцев. И они потом, волосы, они приходят в себя, всё восстанавливается и возвращается в норму. Само по себе. Да, и это значит, когда вот помогло репейное масло в этих случаях. А, вот так. Оно в принципе помогает, но в этих случаях оно помогает вообще вот так. То есть был острый стресс, всё резко выпало, да? Ну, по большому. Ну, не всё, да. Ну, там выпало, а потом само восстановилось через шесть месяцев, в принципе. Поэтому да, то есть если за шесть месяцев не восстанавливается, значит какой-то произошёл сбой, который надо уже корректировать медикаментозно. Ну, в принципе, вот до шести месяцев можно жить спокойно и ждать, просто если, ну, если я помню, что что-то было, да, вот у меня. Угу. То есть вот в этих случаях настойка красного перца в самый раз. Она хорошо стимулирует, это хорошее сосудорасширяющее средство. Но если мы… Оно и так, и так, без удобрения вырастет. Мы уже говорили, что причина всегда внутри. Ну, понятно. Всегда внутри. Вот как интересно оказывается. А давайте обсудим, в каких зонах характерного падения для мужчин и для женщин? И с чем это связано? Если говорить про выпадение волос, обусловленное дегидротестостероном, то у мужчин там есть несколько вариантов. Иногда это начинается с виска, уходят виски, потом темя. Иногда начинается просто с подъёма линии роста волос и постепенно уползает туда. Уползает, уползает. В затылку, да? Вот, да. Иногда бывает, начинается разрежение на темени. Такой есть термин «озеро в лесу», если кто не слышал. У женщин, как правило, сохраняется передняя линия роста волос, разряжается пробор на темени, и пробор становится похож на рождественскую ёлочку. То есть он ближе к лицу такой пошире, а туда наверх немножко сужается. Это видно. У нас у всех в той или иной степени немножечко есть андрогенетическое падение. Чуть-чуть есть у всех. Это обусловлено, опять же, тем, что с возрастом гормоны разгоняются. Самый пик нашей волосатости приходится примерно на 15 лет. А потом? А потом постепенно снижается. И изначально природой заложено на макушке намного больше волос, ну не намного, но больше волос, чем на затылке, потому что она знает, там золотой запас. Она знает, что, скорее всего, пойдёт потеря. Поэтому в норме на макушке волос больше, чем на затылке. Вот. Но такую норму видно редко. Ну, ко мне такие не приходят. Ко мне приходят с проблемами. Уже с проблемами. Да. Наталья, а что касается терапии. Вот мы прошли скрининг. Да, мы обнаружили у себя те или иные поломки, какие-то комбинации гормональных проблем. После этого вы назначаете лекарства эндокринологического профиля. В первую очередь, дальше начинается мезотерапия, может быть, у вас в клинике. И домашние средства какие-то, которые вы советуете пациентам. Правильно? Ну, конечно. Вы всё рассказали, да. То есть, это обязательно полигормональная коррекция, в том случае, если она нужна. Да, если мы что-то видим. То есть, трихолог может такие препараты назначать? В нашей клинике трихолог может назначать такие препараты, но за подписью эндокринолога. Конечно. То есть, я понимаю, что нужно, но сама я всё-таки направляю к эндокринологу для согласования. Что-то ещё я хотела сказать по поводу, дальше что ещё? Дефицит микроэлементов восполняется. Либо это какие-то БАДы, либо это инъекционная терапия инъекционная терапия, да, потому что очень много железодефицита сейчас, тоже приходит сонливая девочка, она вся хочет спать, она вся бледненькая, сил нет ни на что, да, и тогда мы уже ищем, что это либо железодефицит, либо дефицит того же самого тестостерона. Тут, кстати, что интересно про тестостерон, что он может снижаться, и в этом случае, как я уже говорила, да, что у тестостерона есть два пути, через ароматазу в эстрогены и через альфа-редуктазу в ДГТ. Это дегидротестостерон. И вот когда тестостерон падает, организм, он же умный, он считает, что вот эстрогены, они, ладно, мы без них как-нибудь проживём, он блокирует ароматазу и бросает все силы на альфа-редуктазы. За счёт этого тестостерон снижен, а дегидротестостерон оказывается повышен почему-то, да, и так может быть, что мы дадим тестостерону, а волосы станут лучше. Такое, то есть, может быть, на фоне нормализации уровня тестостерона волосы начнут лучше себя, гораздо лучше выглядеть, не лучше себя чувствовать, а лучше выглядеть. Зарастать начнёт пациент. Зарастать. Да, но это лотерея, то есть, это сложно, в принципе, это сложно предугадать. Даже вот с таким методом умным, как жидкостная масс-спектрометрия, всё равно мы остаёмся немножечко слепыми. Но это самый лучший, да, считается сейчас метод лабораторной диагностики. Это лучший метод, конечно. Да, то есть, мы в любом случае там всё равно немножко слепы, да, вот как говорят мои родители, например, да, говорят, медицина сильно изменилась. Там, когда ты учился и когда мы учились, ты нам говоришь такие вещи, мы тебя не понимаем. А сейчас получается то, что мы в таком сложном периоде, когда переход, мы научились хорошо диагностировать, в принципе, но мы разучились видеть. Раньше врачи всё видели, там пальпация, аустритация, да, а сейчас мы всё хорошо видим, мы хорошо измеряем анализ, но мы разучились всё, да, вот это оценивать правильно. Очень важно лечить не анализ, а всё-таки клинику, потому что если приходит человек бодрый, веселый, ну, обычно женщина, да, бодрая, веселая, у неё немножечко снижен тестостерон, но зачем ей давать, потому что он у неё, в принципе, если мы дадим терапию, он может подскочить достаточно высоко, но смысла нет, если ей нормально. А если человек приходит вялый, усталый, и ничего не хочет, и мышцы у него слабые, и жить ему особо не интересно, да, тогда мы, конечно, дадим ему тестостерон, если он снижен. Да, если он снижен, то есть всё клиника решает. Решает клинику. Да, с сексом у неё всё хорошо, с либидом хорошо, у неё и тогда всё-таки… По поводу того, кстати, что у кого-то всё хорошо, тоже я бы хотела пройтись на эту тему, потому что… Давай. Да. Пациент приходит, особенно это касается пациентов после… да даже, наверное, после 30 уже, раньше было после 40 где-то лет, ну, после 40 давайте возьмём, после 40, всё хорошо, да всё у меня хорошо, это хватает на всю силу. Ну, хватает, да нормально всё, и вроде как и сплю, да, и тогда получается, что анализы берём, а там вообще не всё хорошо, там жучайший дефицит по всему, и по железу… И лысый ещё. И лысый ещё, да, и по железу, и по гормональному профилю, там и в гипотириозе человека, и в гипогонодизме, то есть там всё. А у него всё хорошо. Почему? Потому что это вот состояние, которое с ним сейчас происходит, оно наступает постепенно, он не отслеживает, он не то, что вчера заснул один, а утром проснулся другой. То есть, спрашивая его про прическу, он отвечает, что у меня вьющиеся кудри, да? То есть, он не видит то, что у него на голове там… Нет, я сейчас говорю не про волосы, а про общее состояние. То есть, когда спрашивая… Да. Общее расположение. Именно про клинику, что он может активных жалоб не предъявлять, просто потому, что он забыл, что такое хорошо. И вот когда мы его поём, вот оно, что такое хорошо оказывается. Наверное, цветы приносят вам в кабинет. Ну, наверное, да. Слушай, просто так. А вот смотри, а как со спортсменами быть? У нас же спортсмены себе, вот ты затронула эту тему, они колят себе, в принципе, анаболические стероиды. Да, из ряда там тестостерона, пускай они себе это колят. Многие из них лысеть начинают. К тебе обращаются такие? Ну, это опять же 50 на 50. 50 на 50, да. То есть, если из 100 человек 50 обязательно придёт к тебе, ну, например, они скажут, почему-то мой друг не лысей, да, он колет то же самое, а я вот там вколол себе пару курсов. 50 на 50. То есть, это нужна генетическая предрасположенность к этому. Генетическая предрасположенность и кому как повезёт. Например, вот, да, про чистую модель, если брать транссексуалов, как чистую модель, женщин. Женщина, которая становится мужчиной. Она получает очень большие дозы, высокие тестостерона. Если таких женщин посмотреть, например, через 15 лет, вот как, ну, не женщины, да, сейчас тоже, мужчины. Мужчины, да. Мужчины, да. Если их посмотреть через 15 лет, то вот ровно половина из них облысела, а вторая половины нет. Вот она чистая модель. То есть, судьба, что ли, гены, это судьба. Судьба. Да, и тут уже никто не будет виноват. И доктор в том числе. Ну, если уж говорить от себя, да, действительно, вот у нас в андрологии есть такие некоторые запинания с этим тестостероном, с этим дегидротестостероном. И мужчины очень часто обращаются к нам, вот правильно уже сказал, то, что вроде бы тестостерона мало, у него уже лет 45-50 лет, у него уже мало тестостерона, а он только начал лысеть. То есть, вот на том уровне, когда снижается тестостерон, а он уже низкий тестостерон, а он уже лысеет. И вот у нас тоже много таких бывает случаев, почему я вот и пригласил такого гостя, то, что не тестостерон виноват, и там не альфа-редуктаза, а бывает сопутствующая гиперинсулино-мия, ко всему прочему, и инсулино-резистентность, которую мужчине, в принципе, она не только портит жизнь с его окружности талии, да, то есть, он не только полнеет, но он еще и внешний вид теряет. Вот в чем все дело. И уже вот это, мы вот с этим тоже, андрологи, пытаемся, настоящие андрологи, которые они понимают в эндокринологии больше, чем там, как эндокринологи говорят, это не только вам сахарный диабет первого типа лечить, не доза инсулина рассчитывать. А то есть, мы понимаем от и до, мы стараемся в это глубину смотреть причины, так же, как и грамотные трихологи. И, естественно, когда мужчина, а все же наслышали про тестостерон, и когда он спрашивает, вы мне назначаете тестостерон, я говорю, он вам жизненно необходим, другой мой пациент, он вам жизненно необходим, потому что на фоне дефицита тестостерона запустилась инсулино-резистентность. И тут вот начинаешь ему объяснять, он говорит, да, правда. Говорит, я думал, что у меня высокий тестостерон, я лысить начал, но качества половой жизни никакой. И вот здесь начинается вот такой вот мир рушиться у человека, он боялся всю жизнь тестостерона, и вот с ним случилось все самое плохое, когда его не стало. Вот такое резюме я хотел бы на сегодня подвести, то, что действительно, мы сейчас в такую эру науки вступили, когда наши стандарты и наше вообще нормальное восприятие той медицины, которая была вчера, они сейчас рушатся. Сейчас мир медицины начал строиться заново. У нас появляется стиль медицины, у нас появляются какие-то новые правильные физиологические препараты, новые техники. А вообще парики сейчас как в моде, накладки. Да. Да? Сейчас есть прекрасные накладки, есть прекрасные камуфлирующие средства, то есть либо это пудра камуфлирующая, которой даже можно с ней купаться, она не смоется. То есть я через 50 лет стану, буду на медиамектрисе уже с накладкой. Припудренный. Припудренный, да. Накладка это другое, накладки есть, они до года можно носить, ее там немножко отклеить, под ней помыть, приклеил и дальше пошел. То есть вот так, это когда ничего не помогает. Это я к тому, насколько это важный эстетический аспект. Организм сам не считает, что выпадение волос, если мы говорим именно про андрогенозависимые, что это какая-то болезнь. С его стороны организм, у него все нормально, он не болеет. Он не болеет. Он не болеет. У него там программа своя идет и идет, у него все хорошо. Волосы должны умереть. То есть полностью в луговице. А мы тут накладки, камуфляжи и все такое. Но это если мы говорим про андроген, а если мы говорим про все остальные причины, которых миллион, это просто к тому, что не надо тянуть и ждать, пока все станет серым, неприятным. Как мочалка. Как мочалка, да. Я сейчас и про волосы, и про жизнь тоже говорю. Просто посмотреть на себя в зеркало, и если там все светится, сияет и кустится, значит, наверное, все хорошо. А если как-то не очень, стоит пойти обследоваться. Наталья, касательно манипуляций в клинике, какие имеют реальную эффективность под собой? Потому что я часто слышала, у девушки проблемы с волосами, она пришла в Центр трихологии, а это был, по сути, спа-салон, где ей назначили 10 массажиков, развели на деньги и отправили домой. Я тоже много такого слышал, да. Трихология очень молодая наука, во-первых, сама по себе, юная наука, и она сейчас стремительно развивается, поэтому приходится углубляться во все какие-то смежные направления, которых становится все больше и больше с каждым годом. И что касается спа-центров, где предлагают какие-то такие услуги и в трихологии, и другие, но их много, и это добросовестность руководителей и специалистов, которые этим занимаются. Какие имеют эффективность? Какие вы предлагаете? Имеет эффективность все в комплексе. Я не могу сказать, что вот она пришла, есть какое-то чудо-препарат, который спасет ее от облысения или его. Но нет такого препарата. Нужно смотреть, что там внутри, что в организме происходит, и там можно от этого отталкиваться. Все в комплексе работает. А что массировать надо? Голову? Массировать надо скальп. Что? Скальп. Снять? Массировать со сдвижкой, сдвигать его относительно кости. Это тогда будет массаж, он же заодно и релаксирующий. Потому что процессы нарушения коллагенеза, хуже вырабатываются коллаген, эластин и прочие гликозами, гликановые там все истории. А вот эта штука? Сейчас я расскажу. Вот то, что на коже происходит, лица с возрастом, то, что можно видеть у людей, то же самое происходит на коже к голове. Она абсолютно так же стареет, и она абсолютно так же подвергается фиброзу, истончению, и нарушению кровообращения. Там все то же самое. А поскольку скальп, он вообще лицом, мы еще хоть как-то работаем, да, скальп, он вообще неподвижный. Поэтому это как уже будет инновационное облысение, идет просто с возрастом потихонечку волос становится меньше, меньше, меньше. То есть скальп требует стимуляции. Тоже ухода, да, и стимуляции. Если мы мажем лицо кремом каждый день, то почему бы не уделять коже головы с профилактической целью хотя бы раз в полгода какой-то курс. Хорошо. У нас немного времени осталось. Я хотела в заключение спросить про косметические и домашние средства. Многие девушки сейчас стараются вылечиться на этом одном. Это реально? Если мы говорим об острой телогеновой лапеции, постстрессовой или посттравматической какой-то, либо это какая-то несложная форма диффузного падения волос, то оно может и поможет на какое-то время. Но опять же, почему они выпадают? Они же почему-то выпадают. Поэтому я бы не занималась самолечением, это какой-то сигнал изнутри. И когда тебе 20 лет, да, можно пойти купить ампулки на 3 месяца что-то выросло, потом опять выпало. Но если в 20 лет такое, а там уже какой-то пошел процесс, то продолжительность жизни у нас сейчас большая. А качество жизни, то есть наступила менопауза, или у мужчин то же самое снижается тестостерон. То есть лет до 40 мы скачем как кони, и то с разным успехом все, а после 40 начинается, а еще там целый кусок жизни. То есть ампулками не спасешься, и никакими чудесно действиями. Надо схватать проблему за хвост, да, и начинать уже с ней. Хватать проблему за хвост и смотреть, что такое, что случилось, почему. Если за полгода не проходит, значит что-то происходит. А вот такой рецепт, яйцо, мед и лук тертый, это я тоже прочитал, я это все дома замесил, запах отвратнейший, на кожу намазал, и потом еще пахло 3 дня вот этим. Я тут знаю такую штуку, что вот, например, в Соединенных Штатах среди убийств докторов, ну потому что не получен результат ожидаемый, вот трихологи на первый месяц... А у нас урологи в России. Потому что человек что хочет, он хочет завтра, но в лучшем случае через месяц он хочет, чтобы все уже вернить как было. А в трихологии все очень долго, то есть это год, полтора, два, три года. Цикл волоса, жизни волоса ведь месяц, три месяца получается. Три месяца, да, ну нет, там немножко по-другому. Фаза роста волос тоже определена генетически, поэтому у кого-то волосы растут до лопаток, а у кого-то ниже колен, да, условно. То есть у кого-то это три года фазы роста, вот он когда начал расти, вот он растет, 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 да, у кого-то семь лет, это фаза роста. Потом, когда у него фаза роста закончилась, поступает сигнал, цитаки наключаются, и он вступает в фазу выпадения. И вот эта фаза выпадения будет длиться три месяца. То есть от момента, когда он уже, скажем так, умер, но еще не выпал, проходит три месяца до того, как он постепенно продвигается к поверхности кожи, выползает, выползает. Вот эти три месяца, да, то есть поэтому, когда мы ждем быстрых результатов, у нас то, что уже погибло, ну, уже в фазе выпадения находится, оно должно сначала выпасть, а потом какой-то новый процесс. Я это понял. Я думал, что все быстрее намазал, и завтра кисточка такая. Нет, при андрогенетической там как раз укорачивается фаза анагена. Фаза роста укорачивается постепенно. Сначала было три года, потом два, потом год, потом они полгода там чуть-чуть подрос и выпал. Фолликул становится меньше, 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 волос тоньше, 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 и так оно постепенно и угасает. Ну, остается пожелать, не убивать своего триколога. У нас была программа «Вопрос к андрологу». В гостях Наталья Куган, я Екатерина Крюкова, Евгений Греков. Всем спасибо и до свидания. До свидания. До свидания.